Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской». Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Я вышел чуть-чуть пораньше в эфир для того, чтобы все успели найти, все успели подписаться, подключиться и отметиться в комментариях, что вы здесь. Если вы меня видите и слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, то вы меня видите и слышите. Голос у меня по-прежнему, видимо, не очень басовитый, но ничего. Сценарное мастерство – это такая самая исцеляющая штука. Вчера у меня было два вебинара, сегодня тоже два вебинара, этот курс и вечером еще курс по роману. Так, подключайтесь. Если есть какие-то вопросы, что-то, что за эти сутки накопилось, что-то хочется спросить, то можете задать вопрос. Я пару минут подожду, пока все подключаются. Или пока все понятно. Давайте так, если все понятно пока, все, что я вам рассказываю вчера и все, что вы делали домашнее задание, если все понятно, напишите, что все, пока не понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Может быть, я что-то слишком сложно объясняю. Информации я даю, на самом деле, достаточно много. И у меня всегда есть такое опасение, успевают ли люди за тем, что я даю. Не слишком ли я быстро рассказываю. Так, 13.59. Сейчас она подключается. 15 человек всего. Минута до начала, а 16. Неужели я всех разогнал? Вчера было, человек 80. Ничего страшного, аппетит приходит во время еды. Так, окей, хорошо, идем дальше. Так, друзья, те, кто сделал домашнее задание. Вопрос, да, я попросил вас составить список из тех 10 сериалов, которые вы посмотрели, и поставить им оценку. Вот вопрос, посмотрите, пожалуйста, на этот список, который вы написали вчера, и напишите, какой жанр преобладает в вашей домашке. Есть ли у вас какое-то преобладание какого-то жанра? Может быть, 2-3 жанра. Это могут быть близкие жанры, например, хоррор и мистика, детектив и триллер, например, комедия и мелодрама. Вот есть ли какое-то преобладание какого-то жанра в вашем домашнем задании? Так. Туман. Сериал для домашнего задания подходит или только телесериал? Я не знаю, что такое туман, что это за сериал. Так. Детектив. Детектив и комедия. Детектив плюс мелодрама. Очень хорошо. Кстати, интересно, вот турецкие сериалы, которые прям очень хорошо сейчас показывают на мировом рынке, и они довольно интересные, довольно любопытные. Они медленные достаточно, но мне нравится то, как они мешают детектив с мелодрамой. То есть там мелодрама такая-такая мелодрама-пери-мелодрама. Но всегда есть какая-то такая четкая, достаточно жестко структурированная детективная интриггер. Мне кажется, это довольно любопытно. Так. Драма. Детектив плюс мелодрама. Психологическая мелодрама. Детектив плюс мистика. Если вы имеете в виду вопрос по поводу сериала для сериала или только сериал, если вы имеете в виду интернет-сериал или телесериал, естественно, сегодня нет большой разницы между телесериалами и сериалами для интернета. Потому что очень многие сериалы, например, выпускают наши платформы, выпускают, скажем, условно говоря, там плюс-минус немножко цензурированную версию выпускают для телеэфира. И, скажем, версия, где не запекан мат, выпускают для платформы. Может быть такая история. Или делают сериал, который идет, сначала запускается в платформе, а потом через какое-то время показывается по телевидению. Тоже такие случаи известны. Фактически это одно и то же. Это немножко не то же самое, когда делают версию экранного фильма, делают телеверсию. Там очень часто бывают и досъемки какие-то идут, да, то есть идет довольно... Там Колчак был утомленный солнцем, вторая часть, Михалковская, тоже там была телеверсия. И там, допустим, экранная версия продолжительности, скажем, ну, не знаю, там два часа, например, да, а телеверсия, например, там пять часов, шесть часов занимает. То есть там досняты еще какие-то сцены. То есть это не просто взят фильм, порезан на три части и показан по телевидению. То есть это немножко не так. А с интернет-сериалами там плюс-минус одно и то же. Так, детектив плюс мелодрама, детектив плюс мистика, детектив мистика. Драма, детектив немного мелодрамы, детектив комедия мистика, драма, драма мелодрама. Ну вот это и есть ваш жанр. То есть вот то, как вы, то, что тот жанр, который вы предпочитаете смотреть, я советую именно в этом жанре и писать. То есть, да, может быть такое, что, а мне нравятся вот такие сериалы смотреть, а писать я хочу что-то другое. Вам будет гораздо труднее освоить жанр, который вы не любите смотреть как зритель. Потому что если вы смотрите детективы, то вы достаточно хорошо, просто, ну, в силу того, что вы их смотрите, да, вы знаете, как они устроены. И вам проще с ними работать. Поэтому, например, я комедии не люблю смотреть, и я их и писать не люблю. То есть они у меня и не очень получаются. Так, молодежные сериалы типа «Половое воспитание». Ну, а вопрос, в чем вопрос, а молодежные сериалы? Да, молодежные сериалы. Да, это романтическая комедия, на самом деле. «Половое воспитание» это «Ромком». Романтическая комедия. Сериал, построенный на отношениях между людьми. Не ситком. Не ситком. Да, то есть не построенный не на создании ситуаций, которые вызывают смех, да, и произнесением большого количества шуток. Да, то есть это именно романтическая комедия, построенная на том, как персонажи строят, учатся строить взаимоотношения друг с другом. И то, что там разнополые, однополые, это вообще никакого, абсолютно никакого значения не имеет. То есть возьмите вот это сексуальное воспитание. Я с некоторой опаской жду финального сезона, потому что там есть некоторые признаки, что ничего хорошего нас не ждет. Но там первые два сезона были отличные. Да, то есть возьмите, уберите, замените однополые пары на разнополые, наденьте на этих персонажей чепчики и платье XIX века, и это будет сериал XIX века, да, мелодрама, такая викторианская мелодрама. Вот все то же самое, да, ничего не менять, просто вот заменить персонажем. Романтическая комедия. Если сюжет сериала построен на приключениях, там есть элементы мистик. В каком жанре? Ну, адвенчуры, приключения. Есть такой жанр, приключенческий сериал. Там тоже часто, кстати, в приключенческом жанре тоже часто есть микс жанров. То есть там либо есть мистика какая-то, то есть он сам по себе не такой нечистый жанр. Либо там есть роуд муви, да, то есть есть какое-то путешествие, либо там есть какая-то тайна, да, которую люди разгадывают, да, либо что-то ищут. Да, остров сокровищный, например, да, то есть это адвенчуры, да, то же самое, приключенческий фильм. И там добавлены еще какие-то элементы. Детективная интрига, например, какая-то там. Люди ищут что-то. Либо добавлено, там, роман с камнем, например, да, тоже приключения. Там добавлены элементы романтической комедии. Ну вот, поэтому... Ой, классное, классное замечание. Люблю смотреть, читать детективы, когда думаю о том, что хочу написать детектив, что-то тормозит. Кажется, будто не осилию или не хватит навыков. Но я хотел бы писать в этом жанре тоже. Здесь есть два момента. Значит, первый момент – это недостаток профессиональных знаний. То есть вы просто не знаете, как это делать. То есть вы не можете просто пойти на кухню и из пачки соды и сковородки сделать космический корабль. Не можете. Потому что вы просто не знаете, как это делать. Знающий человек, человек, который понимает, что с чем надо соединять, может пойти на кухню и из фольги и подручных материалов собрать небольшую ракету и запустить ее, ну, если не в космос, то с балкона. Вот здесь то же самое. То есть вы не можете собрать сложный сюжет, собрать сложную историю, не зная, как это работает. Ну, надо учить матчасть. Вот и все. Да, то есть это есть инструменты, абсолютно простые, понятные инструменты, как создавать систему персонажей, как создавать сюжеты, как сцены строить и так далее, и так далее. Ничего хитрого нет. То есть берешь, изучаешь и работаешь. Второй момент. Может быть так, что есть некое внутреннее обторжение от самого жанра. И тогда, возможно, имеет смысл этот жанр чем-то разбавить. Например, писать «Нечистый детектив», допустим, ну, детектив кажется слишком мрачным, если писать. Вот не хочется в детективе в таком жить несколько месяцев, пока его пишешь. Ну, делайте иронический детектив, как у Хмелевской или Донцовой. Замечательно. Или там, не знаю, «Проклятый изумруд» Дональда Уэст-Лейка. Да, это, по сути, юмористический роман. Или «Дживс и Уустер». То есть тоже там есть истории с детективной интригой, да, но, в общем-то, это юмористический роман. Вот. Или «Мистику» добавляйте. То, куда хочется, то, куда тянет. Поэтому, да, нужно так делать. Так, спортивная драма. Как держать баланс со спортом и драмой. Потому что основой должна быть драма. Основа спортивной драмы – это драма, а не спорт. То есть там должно быть главное, что происходит между героями в раздевалке, а не то, что происходит на поле. То есть то, что происходит на поле, должно быть отражением того, что происходит в раздевалке. Тогда это будет работать. Вот по спортивной драме все просто достаточно. Хорошо, друзья мои, идем дальше. Вот смотрите, я вам хочу сказать какие-то вещи, которые вам могут показаться, не знаю, может быть пафосными слишком или может быть несколько странными, но тем не менее это очень важные вещи, которые, возможно, когда-то через какие-то годы спасут вам вашу карьеру. Важно, чтобы вы это понимали. Сценаристы – это элита кино. Сценаристы – это лучшие люди в кинематографе. При всем уважении к режиссерам, при всем уважении к актерам, монтажерам и так далее, сценаристы – это интеллектуальная элита кино. То есть актерам на самом деле вообще, скажем так, им особо думать, противопоказать. То есть актер должен отключать рассудок, он работает эмоцией. Режиссер – то же самое. Режиссер не должен быть интеллектуалом. Режиссер должен уметь чувствовать, уметь видеть. Он художник. Режиссер – это художник. Артист – это кисть и краски. А сценарист – это человек, который создает смыслы. И поэтому сценарист не может не быть интеллектуалом. Сценарист должен читать книжки, он должен думать. И в целом по индустрии самые интеллектуальные люди – это сценаристы. Я далек от некой иерархичности, но дело в том, что им интеллект, именно интеллект, он им нужен для работы. Актеру интеллект для работы не только не нужен, но даже мешает. Чтобы вы не выдирали слова из контекста и не говорили там. Молчанов сказал, что все актеры – дураки. Нет, далеко не все. Но лучшие из них умеют быть дураками. Дураками в высшем смысле. В смысле аркана дурак Таро. А сценаристы, наоборот, они обязаны быть интеллектуалами. И при всем том, что мы сценаристы, мы чаще всего не свободны в принятии многих творческих решений, при этом всегда есть возможность через свои истории донести важные для себя сообщения. Или, например, передать кому-нибудь привет через свой сериал. Например, у меня в многих моих сериалах упоминается Шичинга. Мой сайт Шичинга – это река и деревня в Сямжинском районе. Но на самом деле Шичинга – это такой псевдоним Сямжи. То есть во всех моих пьесах, романах поселок Шичинга обозначает мой родной поселок – поселок Сямжи. Воркута часто я в сериалах упоминаю, потому что из Воркуты мой мастер бородянский, из Воркуты Владимир Меньшов, у которого я тоже очень много научился, ремеслу в том числе, и моя жена. Так вот, пример такого смысла, заложенного в сериал – это сериал «Москва. Центральный округ». Когда выходил этот сериал, это типа там 2008 год, время кризиса финансового, осень 2008 года, когда мы начинали его писать, или 2009, вот где-то так, сразу после кризиса. И у всех была очень тяжелая финансовая ситуация, и у меня в том числе была тяжелая достаточно финансовая ситуация, потому что я взял кредит в долларах. Я работал в деловом издании, и наш экономист сказал, доллар падает, в Америке кризис, типа доллар и будет падать. И никто не мог предполагать, что доллар, наоборот, будет расти, курс доллара будет расти. Я очень встрял с этой квартирой своей, я купил однокомнатную квартиру за 205 тысяч долларов, выплатил, три цены за нее выплатил, можно было бы хороший особнячок где-нибудь купить. Ну, неважно на самом деле, я не жалею совершенно, потому что все в итоге хорошо получилось. Но, тем не менее, да, это помогало мне подстегивать, помогало мне писать и зарабатывать. И мы должны были снимать сериал, был такой сериал «Захватчики», Рада Новикова, режиссер был, нам он очень нравился, сериал про рейдеров. И нам канал НТВ заказал продолжение рейдеров. Мы сочиняли новую историю про рейдеров, про людей, которые дербанят чужие бизнесы. И в это время Кулистикова, генерального директора НТВ, вызвали в администрацию президента и сказали, слушай, знаешь что, вот не надо больше всего, этих бандитов всех, давай, короче, делай сотрудников положительными героями. И все сериалы про бандитов закрыли. В одно мгновение наших захватчиков тоже. И нам в качестве компенсации, потому что компания, в общем, разорялась в результате такого решения, и нам в качестве компенсации сказали, ребята, вот есть старый сериал «Москва Центрального округа». Восемь лет он не выходил, было два сезона, давайте мы его перезапустим. И вы сделаете новый сезон «Москва Центрального округа». У нас выбора особого не было. То есть, ну, как бы надо было деньги зарабатывать. Я зарабатывал тогда 100 тысяч рублей, и, собственно, я 75 тысяч отдавал за кредит, и 25 тысяч я платил элементы. На старую семью содержал, на новую семью у меня уже денег не осталось. Мне нужны были еще гонорары какие-то. И при этом мы там посмотрели сериал, и это было время Евсюкова. Это было время сериала «Глухарь». Это было время «Песни менты убивают молодых» в группе телевизора. То есть, это было время, когда мент был синонимом «бандит». И нам говорят, сделайте сказку про хороших милиционеров. И мы сидели и три месяца, да, вместо того, чтобы сесть быстренько написать пилот и зарабатывать деньги, мы сидели и пытались понять, мы собирались вечером за вечером, мы собирались, сидели, пили кофе, думали, понять, зачем нам делать этот сериал. Почему мы должны сделать такой сериал про этих ментов? И в конце концов, мы для себя поняли, сформулировали, у нас произошел какой-то инсайт, мы поняли, что как раз такой сериал им нужно сделать. Потому что мы хотим создать такой сериал, который покажет ролевые модели для сотрудников милиции, который покажет, какими должны быть сотрудники милиции, чтобы они не матерились, книжки читали, подозреваемых на «вы» называли и так далее. То есть, милицию такую, какая она, не такая, какая есть, а такая, какая в наших мечтах, какой мы ее хотим видеть. И сериал стал безумно популярен, он просто сумасшедшие какие-то доли собрал, и он там побил все братьев Карамазовых, побил на Первом канале, вообще всех побил. И Министерство внутренних дел МВД, министры, рекомендовал просмотр этого сериала, для личного состава. То есть, вот чего-то мы добились. И на самом деле, действительно, за это время, 15 лет прошло, с тех пор сотрудники милиции, сотрудники полиции очень сильно изменились. Они действительно, они сейчас не такие, какие они были 15 лет назад. И люди, во-первых, перестали бояться милиционеров, полицейских. Во-вторых, они ведут себя по-другому. И я считаю, что наш сериал, он, естественно, не только из-за этого, но это часть вот этой трансформации. Наш сериал, он тоже на это повлиял каким-то образом. Поэтому мы создаем смыслы, мы создаем образы, которые затем начинают воплощаться в реальность. И вот для того, чтобы это работало, для того, чтобы это происходило, нужно свою историю строить на правильном, на устойчивом фундаменте. И вот о том, как это делать, об этом мы сегодня и поговорим. То есть, смотрите, мне важно, чтобы вы это прям вот поняли и зафиксировали, что когда мы пишем сценарий сериалов, это не просто так. То есть, когда ты пишешь сериал, его смотрят там, не знаю, 10, 15, 20 миллионов человек, поверьте, что-то в их жизни, каким-то образом вы на их жизнь влияете, каким-то образом что-то происходит. Вот. И у вас есть, во-первых, власть влиять на других людей, во-вторых, у вас есть ответственность перед этими людьми. И, соответственно, да, и этого нет у человека, который пишет книгу, которую прочитает тысячи человек. Нет такой ответственности, как у сценариста, который пишет сериал, который посмотрит 20 миллионов человек. Понятно ли это мыцельно? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы какие-то, то задайте вопросы. Более того, люди, героев сериалов, они их начинают воспринимать как живых людей. То есть они начинают спорить с ними, дружить каким-то образом с ними. То есть они на них влияют очень сильно, подражают каким-то привычкам. Это очень много. Я это прям вот видел, когда ты закладываешь что-то в свой сериал, и потом через год ты видишь, видишь это в жизни. Это очень круто. Итак, из чего берется творчество? То есть вот то, что мы пишем, оно откуда берется вся эта информация? Можно предположить, что мы все это выдумываем. Что мы из головы сочиняем какие-то, рождаются какие-то образы. Мы эти образы записываем, и потом из них что-то получается. На самом деле ничего подобного. И я это не сразу понял. Я это понял тогда, когда я в детстве, я уже 10 раз про это говорил, что я в детстве жил в деревне, и до 17 лет. И я первый большой город увидел, по-моему, лет 14 или в 15, когда я впервые приехал в Петербург сначала, потом в Ригу. И до этого я больших городов не видел. То есть я видел наш маленький поселок, где максимум двухэтажные деревянные дома на берегу стоят. И вот отчитал я в то время, я Достоевского читал, Гоголя читал, Петербургские повести, Пушкина, естественно, читал. То есть я читал как раз «Золотой и серебряный век», отчитывал все. И я поймал себя на том, что когда я представляю Раскольникова, который гуляет по Санкт-Петербургу, у меня образа визуального Петербурга не было. Я не представлял, как выглядит Петербург. Я, например, Невский, я думал, что это набережная. То есть я видел картинку Пушкин и Онегин на берегу Невы. Я думал, вот это и есть Невский. И когда я приехал в Петербург, впервые по Невскому прошел, первый вопрос был, а где Нева? Почему он Невский, если здесь нет реки? То есть визуального образа не было. Я представлял визуальные образы, накладывал то, что я видел, опыт, который у меня был. Так вот, мы все, что мы придумываем, мы собираем из того опыта, который у нас уже был. И вот этот опыт, он откуда берется? Первое, это то, что вы смотрите, то, что вы читаете, то, что вам рассказывают. Это вторичная реальность. Она влияет на нас сильнее всего. И она влияет на нас точно так же, как наша жизнь, даже сильнее. То есть герои кино для нас точно так же важнее, как герои сериалов. Они для нас, грубо говоря, герои сериала, которые мы смотрим, входит в наше число Донбара. Да, то есть мы можем осмыслять, считать, замечать, как людей, плюс-минус от 150 до 220 человек, в зависимости от. И если вы смотрите какой-то сериал, герои этого сериала входят в ваше число Донбара. И более того, в некоторых случаях влияние кино выше, чем жизнь. Потому что мы реагируем на то, с чем мы резонируем. То есть, когда нам Лев Толстой что-то говорит, мы ему верим больше, чем соседу. Ну, во-первых, потому что Лев Толстой для нас больше авторитет, чем сосед. А во-вторых, если Лев Толстой говорит нам что-то, с чем мы резонируем, мы будем на это реагировать. Будем реагировать на это сильнее, чем на слова соседа. Да, то есть мы, вот этот опыт увиденного, услышанного, мы в своем творчестве используем. Но это не просто кража. Да, то есть, что такое кража интеллектуальной собственности? Когда вы взяли кусок чужого материала, не усвоив этот чужой материал, не пропустив его через себя, вы его воткнули в свой текст, и он из вашего текста торчит, как краденая золотая статуэтка из кармана нагрудного. А когда вы пропустили через себя, вы этот текст можете и изменять, и можете использовать. То есть, он становится вашим. Например, Шекспир. У Шекспира вообще нет ни одного оригинального сюжета. Он все свои сюжеты заимствовал. Убрал какую-то старую историю, какую-то легенду, какой-то миф, какую-то сказку, обрабатывал ее, пропускал через себя и пересказывал, естественно, пересказывал по-своему, таким-то образом. Пушкин тоже самое. Причем у Пушкина там разница интерпретации, разброс интерпретации очень высокий. То есть, допустим, у него есть драма Анжела, это мера за меру Шекспира. То есть, это такой вольный перевод. Есть, какой бы пример привести, например, «Капитанская дочка» – это плюс-минус какой-нибудь Вальтер Скотт в оригинале. То есть, это не заимствовано, условно говоря, Савелич, есть огромное количество чудаковатых слуг во французских, британских романах того времени. Но он взял структуру настоящего персонажа таким образом и сделал его так, его написал, что никакой оригинал не просматривается. Ты понимаешь, что это просто такой живой Савелич. Он гораздо живее и круче, чем все эти одномерные слуги в европейских романах. Или «Чарльд Горольд», то есть, тоже общее место, что Евгений Онегин – это Чарльд Горольд. Но, опять же, Чарльд Горольд – это очень такой одномерный персонаж. Евгений Онегин – он бездонный. То есть, там черпать сколько угодно можно. Всю жизнь можно черпать и не вычерпать этого персонажа. Настолько он сложный и многомерный. «Мастер и Маргарита». Опять же, в центре сюжета лежит история Евангелия, которую он своим способом пересказал. То есть, если изъять из этого романа центральную часть, то романа не будет. Есть заимствования такие не прямые, а такие по диагонали. Например, есть такой писатель Анатолий Ким, которого я очень люблю и уважаю. И я делал с ним большое пятичасовое интервью, можно найти у меня на канале. И он рассказывал историю создания романа «Отец лес». Я очень люблю этот роман. На мой взгляд, он совершенно великолепный. К сожалению, он там меньше получил внимания, чем заслуживал, поскольку вышел уже плюс-минус, я не помню, на рубеже. Конец 80-х, начало 90-х. И как появился роман? Он слушал Мессу Симино Баха. И он увидел, что там параллельно развиваются, одновременно параллельно развиваются несколько мелодий. И он подумал, а что это такое? И вот он дальше начал пытаться понять, а что это такое? Ему там кто-то из специалистов объяснил за полифонию. И он подумал, а что если можно в романе сделать точно так же? Такую же полифонию, где одновременно, несколько времен существуют одновременно. И вот он написал единственный в своем роде роман «Отец Лес», в котором есть эта полифония. Чужой текст может быть невидим в вашем. То есть это может быть скрытая цитата, которая на самом деле видимо только вам. И понятно только вам. Например, моя пьеса «Убийца» начинается со слов «Давно не могу понять, почему, когда молишься» и так далее. И так далее. Вот это «давно» — это первое слово из романа «Пруста» в поисках утраченного времени. Начинается «Давно я привык укладываться ран». Существует легенда о том, что Андрей Жит, академик, когда открыл этот роман, кто-то ему сунул прочитать, он прочитал и сказал, что роман не может начинаться с наречия. Закрыл и больше не открывал. И я все время это вспоминал. И вот для меня важна была эта отсылка, потому что герой — он книжный мальчик. Он мыслит, он просто читал, конечно же. То есть он из другого мира, не из вот этого мира, в котором он живет. Он из книжного мира. И, естественно, никто эту отсылку не считывал. И она не для этого там. То есть вы прячете какую-то отсылку, которая там нужна для вас. И вы понимаете, что вот это ваше, это там есть, и это для вас. И оно вам душу греет, и вы начинаете текст писать по-другому. Также, например, в том же МЦО, допустим, мы вставляли цитаты из Ницше. Опять же, никто эти цитаты, естественно, не считывал и не надо было. Но мы знали, что они там есть. Или, например, в том же Убийце, там бабочка, героиня говорит, что я упаду, умру, и у меня из головы вылетит бабочка. Это, опять же, визуальный образ из фильма «Токи семейку». Тоже никто этого не знает, никто этого не понимает, но мне важно, что это есть. Так вот, стереалы, которые вам нравятся, это ваш жанр. И я советую начать с этого и посмотреть, куда это вас приведет. Соответственно, первый источник вашего творчества – это все, что вы смотрите, читаете, все, что вам рассказывают. Это вторичная реальность. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. То есть, соответственно, если вы пишете детективы, значит, вы изучаете детектив и понимаете. Ага, в детективе должен быть сыщик, в детективе должен быть подозреваемый, в детективе должен быть свидетель, в детективе должен быть помощник детектива. То есть вы все это изучаете и вы это используете в работе над своими сериалами. в комедии должен быть должна быть любовь да в комедии должен быть сосед придурок опять же вы смотрите это изучаете и это используйте в своей работе мысли кажется вроде бы простая да но она ее почему-то очень многие не используют своей работе дальше следующее из чего мы что мы используем это ваш жизненный опыт давайте мы разберемся с этим как мы это используем я попрошу вас вспомнить какое-нибудь жизненное событие событие вашей жизни которые очень сильно в 1 вас эмоционально повлияло давайте мы начнем с негативного событие которое сильно негативно сильно на вас повлияло и было негативным вот вспомните какое-то такое событие напишите сейчас в чате но пример негативного события например у меня умер брат у меня родился брат прожил три недели и через три недели он умер повлияло это на меня конечно повлияло вот негативное событие у меня пил отец до негативное событие негативное событие да я могу вспомнить некоторые случаи когда мне за него было очень стыдно я уехал был вынужден да мне пришлось уехать из-за родного дома негативные негативные меня травили в школе и били всей школой негативные негативные влиял это на меня меня несколько раз пытались убить в общежитии негативные негативные естественно родители умерли оба родители негативные негативные влияет влияет мне пришлось развести с женой с и оставить ребенка который дочку которую я очень сильно любил и люблю но вот мне пришлось нам пришлось расстаться и я уехал в другой город этим негативные влиять естественно влияет да вот мы оглядываемся и мы смотрим вот вроде бы обычная жизнь кучу событий набрали каждый из которых может стать основой для сюжета да давайте теперь позитивные события какое-то позитивные события долго думать какое-то позитивное событие ну например я выиграл олимпиаду в областную олимпиаду по литературе и попал без экзаменов попал на этот сам живя всяк же я встретил человека который стал стал моим учителем который мне там помогал находить давал буквально книжки которые надо читать музыку которую надо слышать стихи бродского давал переписать я думаю что то время в россии может быть там у меня еще где-нибудь там в петербурге у кого были эти стихи которые переписывать и у меня все же да там например перри приехал в москву и сразу же то повезло в один день нашел за один день нашел работу и жилье да повезло там встретил девушку полюбил ее женился на ней и 20 лет счастлива живу да и и так далее так далее да то есть вспоминаем какие-то события вообще я я сейчас просто пример хочу чтобы пример событий вспомнили вообще мы в мастерской у нас есть такое упражнение на одном из наших курсов мы делаем я прошу выписать 100 событий своей жизни да вы которые помните течение своей жизни и вот там с первого воспоминания по последний 100 воспоминаний и отмечать там эмоционально плюс-минус вот и вот все эти события это ваш материал вы их все можете использовать своей работе и человек вот он сидит когда да вот так надо вспомнить да трудно вот не так просто вспомнить а начинаешь вспоминать одно выписал вспоминаешь второе выписал 2 вспоминаешь 3 выписал 3 вспоминаешь 4 да то есть и ты за одно событие ты можешь вытащить их и когда ты уж то уже напишешь те сложно остановиться потому что вспоминать что у меня что мы еще вспоминать вот и вот эти события нашей жизни прошлое нашего прошлого и позитивный и негативные до события которые эмоционально на нас влияли в прошлом и они также эмоционально влияют на нас и сейчас когда мы вспоминаем правда в некоторых случаях они знак меняют например там в моменте это было негативное событие а сейчас вспоминаешь и думаю живут все к лучшему было на самом деле оказывается все вот и мы их можем использовать своей работе да то есть но единственное что я советую всегда делать это очень важно очень часто люди когда берут какое-то событие своего прошлого и своей жизни и начинают его описывать даже у нас мастерской иногда бывает такое что кто-то начинает описывать события игры вот здесь там надо топ-то кто-то не недостоверно там кто-то надо поменять кто-то надо поменять и мне начинает быть а я в точности описала так как моей жизни было мне плевать как был вашей жизни вообще не интересно да то есть когда я читаю книгу писателя мне плевать как у него было в настоя на самом деле в жизни меня интересует только текст как было в тексте и вот когда мы пытаемся когда мы пытаемся описать как было на самом деле мы событие управляет нами да и у события у жизни жизнь очень хреновый сценарист потому что она не должна жизнь не должна заботиться не о эмоциональном воздействии не о правдоподобии жизни могут быть такие события которых в кино быть не может например в нашей сценарной мастерской на первом курсе на котором мы учились базовым сценарном курсе было четыре власов было три парня с фамилией власов и одна девушка с фамилией власов ну просто так совпало если я напишу сериал в котором будет четыре главных героя и никто из них не родственники а просто они случайно так совпало что они будут власовы это будет недостоверно или например те кто знает лишь уходорыча фаната числа 42 он был 42 студентом мастерской то есть это реаль так он как когда он оплатил у меня глаза на лоб полезны потому что он был 42 он создатель сообщества 42 вот опять же да это так вселенная издевается над нами но если это написать в романе или в сценарии все когда это так не бывает я вот то есть у вселенной нет задачи создать интересную и правдоподобную историю но при этом поскольку мы ее проживаем любую нашу жизнь мы и проживаем сами да мы все очень близко к сердцу принимает все что мы проживаем вот и соответственно для того чтобы мы снова обрели власть над событиями которые мы описываем для этого нам нужно что-то менять в этих событиях то есть брать это событие там менять мальчика на девочку гору на на водоем да то есть что-то поменять для того чтобы прям вот себе сообщить что я да я взял это событие но я что-то в нем меняю и я имею право поменять в нем все что угодно а вот и в итоге там скажем в случае с убийцей да с пьесой убийца там изначально история была не помню я рассказывал мне часто и рассказываю значит там была история про чувака который пришел ко мне меня убивать но оказалось что он там перепутал то есть он не меня на самом деле хотел убить и он пришел и не понимал не может быть что 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 ему меня надо убить вот потом там все это выяснилось да но тем не менее я как бы не понимал что происходит потом не сказал я собирался тебя убить вот и меня это сильно очень зацепила я много лет как бы думал что с этим можно сделать я сделал совершенно другую историю историю про то как человек сидит и ждет что его сейчас придут и убьют но а оттолкнувшись от реального события в жизни да я сделал другую какую-то историю вот и все что в этой пьесе описано но все в реальности происходило бы путешествие на автобусе да просто это было место мне с девушкой а с другом мы ехали на репетицию да то есть там берешь какое-то событие меняешь контекст и вставляешь в истории тогда это все сразу же начинает работать поэтому вот мы соединяем мы берем например если мы любим детективы да мы берем детективную структуру мы берем какое-то событие из нашей жизни да например не знаком смерть близкого человека вот вы написали нурия пишет муж перестал зарабатывать да вот берете сериал начинается с того что муж перестал зарабатывать рассказывать свою личную историю соединяя ее с детективной структурой да и у вас есть какое-то событие да вы не знаю по сюжету ваш герой завоевывает будет девушку и вот он ее завоевывает и вот вы пишете я поступил в универ и сообщил деду об этом его глаза наполнились слезами он заплакал это лучшее что я видел да и вот вы пишете эту историю да что я познакомился с девушкой я с ней поженился вот я об этом рассказываю своему отцу или деду и он плачет его глаза наполнились слезами и у вас сцена заработает совершенно по-другому потому что вы зарядите вот этой своей эмоциональной энергией и вот это очень важно что ваш жизненный опыт вашим жизненным опытом будем наполняли вот эту историю да то есть детектив форма да это сосуд а вы его наполняете чем-то наполняете светами вот этот свет это ваша ваш жизненный опыт понятно ли это мысль и кстати говоря когда вы пишете историю да очень часто так бывает что да вот надо написать сериал про про ментов и не знаешь что написать да и спроси себя а что тебя в этот момент волну вот тебя сейчас что волнует что тебя беспокоит например опять же я там сидел писал серию какую-то нсо и я ему меня в это время ребенок как раз родился вот я просто я ужасно трясся на ребенком до поздний ребенок это да и вообще дети для меня это очень триггерная тема триггерная не значит я такая еврейская мамочка такая там над него над ним крыла свои совины раскрываю вот мне все время какие-то кошмары снятся что с ребенком что-то случилось там и вот какие-то фантазии все время что его там украдут еще что-то или он сбежит и ужас какой-то вот и я придумал сериал и придумал серию как раз про то что там собственно ребенка похитили да что едут наши менты едут по улице и вдруг видят что ребенок ползет через дорогу это мой просто самый страшный кошмар что мой ребенок ползет через дорогу голый памперси да и машина выезжает вот из этого начинается серия и они берут этого ребенка привозят его в свое отделение таки не знают что с ним делать на памперс поменять меняют памперс снимает папа за там бриллианты вот и дальше начинает история раскручиваться да то есть чего это началось вот началось со страха за ребенка да то есть сильных сильных эмоций переживаемых в жизнь и потом когда я пересматривал вот этот сезон у меня там все сплошные меня там героиня рожает в машине даже когда к бандиту какому-то приходит его допрашивать он выходит в коридор ведь давай-ка выйдем ребенка разбудишь то есть у меня там везде у всех были дети в этом сериале вот поэтому вот делаем это обязательно теперь дальше а вот я так давайте я так сформулирую вопрос вот представьте что вы есть есть такое такая книга есть такой фильм хижина в лесу где там герои встречается пожилой негритянкой и она оказывается богом там так далее так далее немножко другая история архетипический такой сюжет до что человек приходит в какую-то хижину в лесу в которой сидит мудрец да и спрашивает совета так вот представьте что это хижина в лесу это ваш дом и этот мудрец в этой хижине это вы вот представьте что вы сидели все это время всю вашу жизнь вы сидели и думали в этой хижине и вы поняли всю мудрость мира а каждый человек на самом деле он каждый человек всю мудрость мира знает мы просто так устроен и вот к вам приходит какой-то человек за совет человек это человечество да то есть олицетворение человечества а вы олицетворение некой вселенской или если угодно божественной мудрости да не бог но через вас через вас говорит бог или вселенная и вот вы можете сказать этому человеку он спрашивает как жить совет ему нужен совет как жить у человека всегда да всегда один вопрос как жить и все сериалы все фильмы все книги все поэмы в мире написаны на одну тему это ответ на вопрос как жить нам с вами надо научиться на этот вопрос отвечать а для этого мы сами должны научиться жить да вот приходит человек спрашивает у вас как жить дай совет дай какой-то совет и вот представьте что вы можете дать этому человеку один единственный совет один это что вы скажете одно предложение вы можете сказать это что вы скажете услышит то человечество вот все люди в мире услышат то что вы скажете вопрос чтобы вы сказали прямо сейчас напишите в чате чтобы вы в таком случае сказать если бы вы были таким мудрецом в хижине который может сказать что-то что услышат все вот что бы вы сказали вот самое важное пишите вот когда я писал пьесу убийца я для себя сформулировал что я хочу сказать этой пьесы и я хочу сказать что любой человек может получить все что угодно все что захочет и заплатить за это такую цену какую захочет не такую какую попросят а такую какую захочет вот сколько захочет столько и можно заплатить а получить может все что угодно вот это главное сообщение моей жизни человечеству которой я сообщил пьесы убийцы я ты четко знал что что я именно это хочу сказать так основа всего любовь я бы сказала фразу ольги бузовой жизнь одна кальфутия доверяй себе жизнь ничего не черновик живи на белое иди и делай ищи радость живи сейчас давайте жить дружно иди к психотерапевту ты сам творит свое счастье творили хорошо очень хорошо у тех кто не написали вам на подумать во первых вам подумать в течение следующих суток до уточнить проверьте со всех сторон проверьте это свое сообщение и те кто не смотрят за в эфире те кто записи смотрит тоже вам вам на подумать формулируйте это предложение так следуй за своей интуицией делать то что должен не бойся и тогда победишь наполняйте себя светом дарите любовь найди свою дорогу того с кем по ней пойдешь и не толкай других идущих так твои неисправленные ошибки всегда возвращаются когда не ждешь ты можешь сделать счастливым себя и других мире практически все возможно хорошие мудрости и вот мы берем вот эти три элемента сериалы которые мы и сюжеты сериалов и герои сериалов которые смотрим которые нам нравятся дальше мы берем события важные события из своей жизни которые вас эмоционально цепляют и мы берем вот это сообщение которое мы хотим сказать мир и задаем себе вопрос такой коучинговый открытый коучинговый вопрос вот если бы в вашем сериале были все перечислены на уроке вот эти три элемента о чем был бы ваш сериал пока не надо его полностью расписывать да хотя бы одним предложением вот о чем бы был ваш сериал вот в свободной форме напишите объем не больше одной страницы но я на самом деле думаю что по большому счету нескольких предложений достаточно будет где когда происходит действие кто герой что он делает собственно да и какие события происходят в сериале вот свободной форме на один абзац максимум на одну страницу напишите каким должен был быть сериал да каким должен был бы быть сюжет сериала если бы в нем вот все эти три элемента присутствует сериалы которые вы любите смотреть события из вашей жизни и вот это ваше сообщение которое вы сообщаете мир понятно ли домашнее задание если понятно напишите что все понятно если если есть вопросы то задайте вопросы так в мире практически все возможно все отвел юлия очень классное замечание не давала бы совета ну значит вам надо заняться чем-то другим не писательство потому что писательство да это мы мы учим людей жить как раз таки другое дело вы можете сказать то есть это и есть совет да что у тебя уже ты уже все знаешь да то есть совет в этом да так может быть отказ от совета ну как бы вы просто отказываетесь от сообщений потом дальше мы с вами будем структурировать но мне сейчас важно чтобы сериал который вы будете писать он имел связь с вами да что вы не просто очень часто бывает так мне приходит человек александра какие сериалы сейчас вот какую какую тему выбрать какой жанр выбрать для того чтобы уж точно купили угодно вот какую угодно вот у меня тут лекарство от которой который я брызгаю этот самый брызгаю от горла да можно снять сериал приключения вот этой 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 лекарственной херни вот про эту баночку можно снять сериал причем можно снять так что его весь мир посмотрим да если я это вложу свою душу в эту баночку она будет 1 когда она врет у нее вырастает вот эта штука да и если люди будут на если я вложу свою свои эмоции в эту историю свои себя в этого героя вложу да и люди будут находить откликся к этой истории вот про баночку нужно снять сериал и все ее будут смотреть вот этим вот телефоном можно снять такой сериал поэтому вот это самое главное вот то что я вам сейчас рассказал это фундамент если у вас есть это что будет работать если у вас этого нет и вот чтобы вы не закладывали в сериал ничего не будет работать потому что даже темы мы вчера просто у меня приятельница не буду говорить кто приятельница как раз запускает вы ее знаете давно пытается запустить один сериал и вот мы там тему обсуждали и я вспомнил что у меня живут тут продюсеры есть директор одного телеканала и я ему написала чтобы вот есть такая тема да вот человек хочет запустить типа интересно вам интересно бы вам это было он мне написал ведь я точно знаю что на рынке прямо сейчас есть там человек 8 которые на эту тему пытаются запустить сериал и пытаются писать мне пока ягод их все видел мне пока не нравится ягод не видел какой-то реально реально крутой истории на эту тему поэтому если будет крутой круто сделано мы типа сразу же впишемся да то есть важно не то на какую тему сериал снят важно то как он резонирует с вами и вот если он с вами будет резонировать вы сделаете так что это будет очень круто продать классный сериал вот почему-то люди думают что самое сложное это продать а где вот взять телефон продюсера или mail продюсера это вообще не проблема вообще не проблем за пять минут можно я в конце этого самого я скажу вам как как сказать контакты продюсер абсолютно не проблема проблема в том что то что вы им отправите да если это неправильно написано это сразу же отправиться в корзин не читать вот поэтому самое главное вот сделать историю которая будет настолько про взрослении человечества переход к осознанности главный герой учитель действие происходит в разных странах противостояния между тем кто помогает драконом за осознание человечества теме кто стремится сделать людей бездомным ресурсом да это может быть единственно что меня немножко смущает здесь учить наличие учителя потому что сложность в том что очень многие люди особенно те кто коучи психологи тренеры которые пытаются писать сериалы они все время сериалы про себя пишут да то есть они пишут сериалы про то как как они учат своей мудростью до учат других людей и а людям это не интересно да то есть как бы у людей не получается себя идентифицировать с ними с героями вот поэтому учить надо через героя то есть надо показывать ситуацию которую герой проживает вот поэтому если у вас есть хорошие классные интересные герои да то тогда это все начинает работать то есть когда фокус не на учителя не на психологи она героя тогда получается сериал триггер тогда получаются пацанки с сумасшедшим рейтингом тогда да тогда все работает приключение херни продано я не знаю как называется прыскалку приключение прыскалки так каждый человек носитель образа жизни поэтому даже если мы не хотим давать совет мы все равно воздействуем на людей лучше это делать с души и сознательно да это так и на самом деле очень многие я об этом все время думаю очень многие авторы писатели сценаристы создатели компьютерных игр они скажем так они будут об этой своей ответственности вообще не задумываются делают делают свое дело безответственно а стори тейлинг история да это стори тейлинг гораздо сильнее чем любое оружие даже атом если вы смотрели оппенгеймера не буду говорить там чем заканчивается но он именно про это он про то что история именно история взрывая не атом не атом убивает не об не бомба убивает убивает история вопрос касаемо того что мы своим фильмом влияем на своих зрителей как сделать так чтобы твой зритель твой герой не форсил зрителя поступать плохо условно твой герой это злодей по мнению социума но он настолько яркий и крутой что начинает влиять на поколение к примеру джокер филлипса как доносить правильно свою мысль через главного героя злодея кстати интересно это очень хорошо что вы джокера привели в пример потому что джокер на мой взгляд очень деструктивный фильм и вы опять же там посмотрите контекст в котором его снимали то есть этот фильм снимался и вы и вышел на экраны в то время когда определенная часть американского общества была заинтересована в том чтобы разного рода возмущения поднимались то есть это было поведение которое в обществе поощрялась блм и так далее так далее да то есть вот это было фильм в числе прочь там кроме этого фильма еще много какие были воздействия да ну вот это было сделано мне очень интересно про что будет второй фильм мне кажется но я могу предположить мне кажется что он должен быть про про вред социальных волнений вот давайте я свою ставку делаю что второй джокер будет про вред социальных волнений для общества и будет показывать негативное воздействие их потому что опять же да он выйдет в то время когда будут новые выборы президента когда республиканцы будут качать самый да демократам нужно будет стабильность вот увидим посмотрим вот это просто я не хочу чтобы мы в политическую какую-то область да политика меня интересует очень мало да но меня естественно интересует то политики используют старителя это меня очень интересует они его используют только в путь вот это такая современная политика это битва нарратива ну на самом деле все что угодно это битва нарратив бизнес это битва нарратива поэтому если вы умеете это делать то у вас все работает да спрей приключение спрея приключение херни спрея окей хорошо друзья мои на этом я сегодня предлагаю закончить увидимся завтра домашние задания понятно пишите пишите в комментариях уроку и запись урока останется здесь единственное что я закреп все-таки буду выставлять каждый день я выставляю закреп год радости потому что ну просто в силу того что там люди каждый день делают тоже домашки и там утром и вечером постят отчеты после фотки и это идет такая непрерывная работа и они будут озадачены если они зайдут и в закрепе поста не увидят а увидят здесь этот сам поэтому вы я обращаюсь к участникам курса телесериала да вы там не ленитесь полистать и найти где где пост с видео все завтра увидимся в два часа и продолжим нашу с вами работу спасибо вы молодцы мне очень нравится то как вы работаете нравятся ваши комментарии напоминаю что идет набор на онлайн курс сценарий телесериала и я ну не всех но человек 10 из вас в общем не прочь там увидеть пока пока